Продолжаем после матчевую пресс-конференцию. Владимирская торпеда сегодня провела первый домашний матч 17-го года во Владимире. Победили Тверскую Волгу со счетом 4-0. Главный тренер команды Александр Евгеньевич Акимов. Александр Евгеньевич, с победой и ваш комментарий по сегодняшней встрече. Комментарий? Вы знаете, я так... Общий комментарий даже вот за последние, наверное, полгода. Тяжеловато, тяжеловато в команде происходят настройки, командные настройки. Невзирая на счет, на победу, мы все-таки говорим о качестве и уровне игры. И все-таки вот эти настройки, они, наверное, обывателю или так со стороны, в меньшей степени как интересуют, так и видны. Вот, но нам хочется лучшего, да, нам хочется лучше участие и в таблице, и по качеству игры, да, и, ну и, там, не знаю, по настроению, так скажем, да, по эмоциям. Но, но даже в такие сложные времена, да, надо все-таки находить какой-то позитив и отталкиваться все-таки от позитива. Вот, хотя, я еще раз повторю, его не так много за последние, там, даже полгода, да. Моя победа, так получается, первая вообще, да, так что, ну, ну, до эйфории очень далеко, до радости какой-то, до успокоения очень далеко. Вот, поэтому хотелось бы попросить всех набраться все-таки терпения, да, и если перейти даже к каким-то глобальным материям, да, то мне, ты на радио говорил, да, мне за отрасль, которая называется футбол, сейчас немножко страшно. Не за то, что там у нас с командой происходит, а за всю отрасль, та же Твери, да, и в тяжелом положении. Вот, хотя выход из тяжелых положений, это наш пример Владимирского торпеда, да, то есть мы, я не знаю, кто-нибудь смотрит, федеральный канал не приглашает со второй лиги людей, да, они не отслеживают вещи, которые происходят там где-то в глубинах, так сказать, футбола периферийного. Вот, там больше выступает Карпин, да, Юран, ну, и более, так скажем, значимые эксперты. Кто хочет стать легионером, да, мы говорили об этом на радио, вот это говорил, да, я просто готовился к этим, например, пресс-конференциям, к разговорам, да, вчера конференция прошла РФС, вот, и мне очень так боязно за нашу отрасль, да, мы сейчас настроим стадион, но футбол-то не будет, футбол как такового не будет, нет ни конкуренции здоровой, здоровой, подчеркну, да, здоровой, ни конкуренции кошельков, да, вот, а я уже отронул видение Владимирского торпеды, так вот мы на протяжении последних десяти, ну, наверное, даже пятнадцати лет, да, как раз и являемся флагманами того, что надо делать, да, если мы в первую лигу выходим, вернее, если мы хотим выйти в первую лигу, да, то мы делаем определенные шаги, да, если мы вышли в первую лигу, да, то мы делаем определенные шаги и живем посредством, если мы там не смогли потянуть первую лигу, закрылись, и мы понимаем, что мы играем во второй лиге, то мы делаем определенные шаги, выводы и работаем в этом направлении, и вот это спасите там ротор там спасите всех да как раз вот наш пример возьмите ребята стали просто работать по средствам да мы в первой лиге за 100 миллионов я когда я слышу химки 170 да у нас самые нишки бежу 170 да мы за 100 работаем вот это и называется в моем понимании конкуренция да но она никому не интересна конкуренция во второй лиге она никому не интересна поэтому не будут расти футболисты не ни при каких условиях что-то я разошелся в слабой высокой материи материи да но принципе эти высокие материи касаются да вот как раз тверь и приехала да не платят надо жить посредством нет возможности у региона надо жить посредством у нашего региона есть возможности минимальные или там какие-то да вот какие то есть возможности они расходуются подтверждаются пожалуйста я давно уже говорю надо быть более открытым у нас двери открыты да давайте посмотрим как что что мы делаем да что за люди но качество футбола очень сложно поддерживать да когда у тебя забирают футболистов раз когда у тебя забирают молодых на этапе 12 14 16 лет в москву в питер краснодар 2 остается совсем другое дело да поэтому поэтому мы изначально находимся в менее выигрышной ситуации мы не можем конкурировать соответственно люди не растут далее соответственно футбол на каком мы месяце сборная и если сделали изгоя там кокорина да то ребят смотрите как торпеда живет да есть средства да есть первая лига но кто за 100 миллионов в первой лиге занял 12 место таких я думаю ну так очень мало тогда будет лестер тогда будет сборная там тоже из исландии да тогда вот это будет когда будет здоровые все вещи вот а так стратегию приняли для службы но я думаю что у нас всегда свой путь мы этим путем идем и дай бог чтобы этот путь все-таки хотя бы не привел к тому что закрылась да сегодня в раздевалку зашел михаил юрьевич колков да и поблагодарил ребятам за игру да мы очень ценим да и для например злопыхателей я бы хотел сказать например господа давайте просто оценим вещи например да как мы работаем да что мы делаем и какое направление мы выбираем да то есть нельзя только владимирскими там только какими-то да то есть это не наверное не совсем про но суть должна быть какая-то да ребят как клуб работать что вы можете что вы не можете на данном этапе конечно хотелось бы более качественные игры прежде всего вернемся к футболу да мне даже при счете 3-0 даже при счете 4-0 мне очень много чего не нравится очень много да не удивляет что мы играем при счете 4-0 сейчас против нас 4-0 долгопрудно играл там шагом да мы как-то более напрягаетесь но это уровень это возможные камни ну невозможно в первую очередь ко мне вопросы и еще раз вот заканчиваю тем чем начал настройки пока настройки так как формуле-1 настраивают же они там да по пятницам вот мы так и настраиваем настраиваем сбоят периодически сбоят но отталкиваюсь от пути глобального мы живем александр евреевич у меня прям вверхится вопрос зудит и произрастает ведь задача команды еще и готовить молодежь любой спортсмен хочет подняться выше и поэтому когда вы сказали что в москву в питер краснодар забирают молодых это ведь наверное одна из задач которые решаются поэтому конечно естественный процесс то не он не важняет на он естественный он нормальный до лучших должны играть воспитываться в московских школах академиях да но вы видите вот суть такая да на этапе 12 14 16 лет у нас лучших забирают например москва да соответственно кто доходит до команды здесь которых мы покупаем умение так скажем вот на примере тараканова я могу сказать да женька таракан это лучший игрок школы ну по крайней мере по нашему по клубному измерению до который неплохо проявил себя в кфк в прошлом сезоне да мы его купили мы его протестировали он худший в команде по теста физически физические возможности ухудши лучший игрок школ я не не могу повлиять на школьных тренеров да на школьное там производство да они тоже зависимые люди и но суть то понимаете что суть до до нас лучший игрок дошел мы его купили а он худший в команде по физическим возможностям вот мы сейчас его будем развивать принципе такая ситуация была всегда шалин зинин зимарёв пути линзет глобанов доводились там 23 года надо до основного состава все это понятно да все весь этот путь по надо объективно оценивать что мы соперничаем спартаком 2 зенитом 2 до у которых как который как раз выбирают наших ребят туда до динамо 2 недаром на два раза динамо 2 проиграть выбирает выбирают от лучших да опять же я не это правильно то что они выбирают но конкуренция то получается уже нездоровая правильно там-то лучшие лучшие условия у нас поле мы поля постелили уже прошло на одном поле 10 лет другом 5 они уже приходят не губ а москва может перестилать поля до развивать там школы да как-то да эти гад совсем другие возможности поэтому мы изначально в худшем поэтому зенит 2 спартак 2 играет фнл мы играть там не будем ближайшее время но это сто процентов сто процентов да потом регламент говорит о чем да о том что мы со следующего года скорее всего должны будем поставить два молодых своих ну вот понимаете что два молодых своих это например тараканов сас или там тараканов гладышев до динамо 2 или там зенит 2 или там не знаю там сейчас откроется куча московских команд велес локомотив 2 до домодедово да они поставят несколько других ребят мы изначально будем про они поставят более качественными да и соответственно в этом деле уступать нас шансов практически нет эта система я почему и говорю что это отрасли получается материальный база знаете как статей сейчас приняли там говорится о том что надо региональный центр да там где будет в одном регионе академия да это в принципе правильно да что на один регион одна академия в чем заключается регион я не очень понимаю академия во владимире ну нет в иваново да нет к стране не да нет да кроме в москве академия москва академия зенит академия краснодар то ли это самара да ну то есть крупные города и поэтому у нас я говорю мне жалко за отрасль вот мы сейчас тверскими поговорили мы с ними в хороших отношениях да и говорим ребят ну понятно там держитесь там да я не мы будем играть будем по любому играть будем там до последнего да и мы мы будем жить по средствам там все это правильно то что мы прошли свое время но изначально мы в худших регламент кфк я сейчас смотрю один человек может играть один из команды ну вне возраста да и 5 там молодых один вне возраста я говорю а как же спартак 2 зенит 2 ну там профессионалы что те что другие профессионалы в принципе правильно я прекрасно понимаю но суть да мы будем содержать команду кфк где будем обкатывать давать возможность игровой практике одному человеку нецелесообразно регламент тоже вопросы вызывает поэтому я считаю что наверное все таки систему выстроить опять же госпожу журу да она сказал ребят вам не надо развивать футбол там профессиональный да я сейчас слышу много владимир владимирович сказал не надо бюджетные деньги тратить я вот пользуюсь так сказать открытым микрофоном хочу сказать что да вот такие регионы как мы тверь да там иваново да если руководство города области решает какую-то минимальную помощь оказывать почему нет то есть эта помощь должна осознаваться и все должны осознавать что футбольный клуб не проедает деньги да расходует их на на стадион на школу да на какое-то поддержание развития футбола там да конечно у нас есть спор со стадионом со школой да когда деньги на товарно-денежные отношения я думаю что вряд ли кто-то там обнимается да все начинают ругаться ты мне я тебе наверное это правильно так что но суть я считаю что должна быть одна опять же пользуюсь возможностью скажу у стадиона футбольной команды у футбольной школы должна быть цель развития развития такого вида спорта как футбол потому что здесь три футбольных поле здесь нет 3 3 легкоатлетических или хоккейных коробки да здесь надо развивать футбол да и поэтому должны быть совместные усилия есть личные личные какая-то неприязнь личные непонимания да это наверное нормально опять же город в товарно-денежных отношениях это нормально но вот это личная неприязнь если она превалирует над глобальной целью да все заканчивается так что я призываю очередной раз да и федерацию и стадион и всех там да департамент и футбольную школу там да по молодежи тоже но не могу я двоих сасов взять я вот сейчас хотел бы может быть из них попытаться что-то слепить да ну представляете они двое будут стоить 600 наверное да здесь не больше да зачем они мне за 600 нужны понимаете ну а если я хочу взять у меня есть с вратарями проблемы да там арсений у нас такой есть чистов там до 99 год выходит на стадию сдачи экзаменов и поступление куда-то там надо двигать да если я захочу взять двоих троих вот представьте до чистов два саса ботаса 97 чисто в 99 ладно тараканова купили уже да есть там троих взять миллион миллион выхлоп какой еще зарплату дать да может быть это для школы хорошо будет там до купили но готовы ли люди смотреть на то что будет вот с этими тремя и они будут играть да я думаю что все таки ну надо немножко тоже соответствует вот этой футбольным вещам да вот этой футбольной конкуренции а ее как таковой я у нее нет мы сейчас смотрим 2000 год 2001 год да у нас на финишной прямой да мы готовы брать ну понимаете ну я пять лет три-четыре года предлагал давайте я возьму 10 нет поэтому берем одного ну ну цены сейчас выросли до 1 300 400 да я понимаю школу опять же вот это вот товар денежное отношение стадион я понимаю да на большую арену пойдете ли не пойдете спрашивают да пойдем пойдем говорим ну пойдите нам тоже на встречу нет вот мы мы тоже зарабатываем да все правильно все правильно всех могу понять да и еще раз говорю наш путь это еще более-менее правильно более-менее правильно мы посредством живем все здесь все да и результат более-менее там есть не сейчас я сейчас упаси бог на это не устраивает но такова жизнь таковой да таковой реалии не очень боязно за отрасль да потому что восемнадцатый год пройдет он не за горами пройдет и футбола не будет не будет да все с удовольствием все это по закрывают да все чиновники сидят и думают да конечно закрыть быстрее да тем более вы вы сказал надо закрывать да пусть сами ищут я стратегии читаю естественным образом упадет количество команд в рфпл но потом она таким же естественным образом восстановится потому что придут частные инвестиции ребят я вас умоляю я вчера читаю химки когда министр спорта мособласти говорит 500 миллионов в год на рфпл в середине таблицы ни в коем случае не на хоккей не рфпл он говорит рфп на что ему при сташе химок логично говорит мы не просим от вас ничего нам помогает округ химки 170 миллионов мы спокойненько же мысли мы или деньги для владимира для иванова 170 для иванова может мыслить для нас нет мы в первой лиге за 100 играть за полтора года за полтора года это называется конкуренции тогда будут лестеры забуем мы да мы же вы выжили в двенадцатом выжили да на меньшие деньги если бы кому-то этой модель востребована была то наверное фуббок развивался она не востребована приходим к тому что тараканов будет играть но будем его готовить года три-четыре не меньше если он поступит в институт пользуясь открытым микрофоном чтобы его поступил давайте общаться деньги которые говорили это хорошо особенно когда они есть вопрос все как не два коротких вопроса о футболе какая цель у команды на оставшуюся часть 1 и 2 2 вопрос как вы оцениваете игру овечкина который начинал сезон в нашей команде сегодня давайте со второго я начну не хотелось бы обижать андрея андреевича не то что обижать даже а просто реалии надо понимать реалии да тот же овечкин он для нас иногородний он легионер да он должен играть в команде там забивать да мы на него надеялись да что-то он там сделал для команды но нам надо больше даже за те минимальные деньги которые мы ему там на которую мы на него потратили я очень подчеркиваю что это не покупка а то нет спрашивали да вы покупаете вника в жизни никого не покупаем кроме выпускников нашей школы фунда да да вот значит андрея андреевич и я бумагу могу поблагодарить за то что он один на один и забил в своем своем спине да в своем стиле выступил да я бы не сказал что мы что-то потеряли до приобрели с его ну помните я футболистом отношусь как к ребятам из нашей отрасли да мы попытались с него сделать что-то да опять же вот эти условия наверное не позволяют да мы не можем создать ему там квартиру снять зарплату нормальную дать да хотя он должен на эту зарплату наиграть и мы как раз и говорим о том что нам не нужен человек да к там за 100 тысяч зарплаты до который будет ходить пешком у него такой зарплаты не было поверьте не было у него была запад 25 тысяч это очень мало это очень мало для это для футболистов который приехал из другого города который здесь живет там снимать квартиру кушает там периодически сам до когда-то мы кормим там раз в день раз в день до два раза он должен сам себе там пытаться на эту зарплату покушать да конечно все по все очевидно все понятно и не надо там я смехом просто скажу действительно я благодарю ему за то что не забил один на один особенно потому что я очень хотел чтобы мы хотя бы на ноль сыграть но уж если разговор пошел по футбол мы говорим о том что качество настройки хромают и еще по задачам по задачам по задачам для меня нет никакой цели кроме как следующая игра следующая игра следующая игра мы играем костроме до победить следующий в следующей игре любой ценой до с овечкиным с помощью овечкина да может там поколдует не знаю приедет к странам чего угодно пусть овечкин с помощью любого мне на них надо выиграть следующий а цели я не интересны цели клуба до цели клуба я их озвучивал уже это победа в кубке и победа в лиге и как бы это не было смешно это единственная цель которая может быть да сами же все 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 сами же смеются в пятерки а ну значит вы четвертые будете вам не надо вы начнете проигрывать специально да не знаю в тройке а значит вам выходить не надо да надо нам все надо даже я вот начал с этой с конкуренции да я вот ей закончу если мы за 30 миллионов выиграли лигу да я думаю что многие бы руководители областей задумались бы да ребят а если смысл там например платить к кури ну или там не знаю людям там сумасшедшие деньги если за 30 делают такой же продукт наверное нет и вот поэтому я и говорю что у нас как получается надо выйти 100 миллионов и все и ты вышел а мне хочется попробовать все таки сделать так чтобы за 30 раз и леса устроили да но пока не то что не получается даже близко нет ну сами понимаете да близко нет хотя на тренировках мы иногда используем этот термин блестер запастись терпением на 3-4 года пока траханов или все таки какой-то процесс уже в этот отрезок увидим отчасти я ответил на этот вопрос что этот процесс может быть бесконечным да этот процесс в силу в силу вот этих объективных причин он может быть бесконечным да и мы ничего просто не сделаем понимаете когда я ну знаете давайте просто посмотрим как развивались события да мы заняли шестое место первое тринадцатый год да потом там восьмое что для восьмое а потом двоих забрали мы набираем но мы с этими новыми заняли 5 потом мы набираем но и с этими же с кем 5 да мы мы теперь на 9 то есть понимать ну условно мог кто-то пытается представить как ну по кругу бюджетные средства да там перед я не знаю я не считаю что это неправильно да это именно как и распаду и вот если руководство если депутаты если там городской совет областной да если вообще регион решит что это не бег по кругу нормальные вещи да мы же социальный проект просто чисто социальный проект да если руководство считает что это нормально да то не то что нормально а приемлемо да работает школа работа стадион востребованная да есть футбольная команда где есть свои воспитанники какие-то там да свои тренеры работают там есть какой-то смысл в этом есть есть безусловно для меня да для меня если это все закрыть для меня смысл тогда существование стадиона и вот этих трех полей вместе со стадионом да она там мое понимание но просто не целесообразно но если бы я был тупым не тупым а как над всем был бы над всем да там ну галецкий сидит да вот он целесообразность стадиона понимается и сама содержание команды понимает целесообразность развития академии своей понимает если я бы был над темы не сказать ну ты сэкономить 30 миллионов 30 минут сэкономил так подожди у меня школа у меня это зачем ну надо из трех полей сделать одно оставить для школы 2 убрать там продать дома построить ну может быть так вот я свое мнение говорю поэтому пока я считаю целесообразность есть вопрос в том что очень сложно в любом случае за 30 миллионов сделать какие-то какие-то вещи хотя хочется развития хочется развития даже даже любительский футбол он может развивать он может развиваться да и даже вот эти коммерческие с коммерческой составляющей где от бюджета надо уходить это имеет в идеале так и должно быть но на данном этапе пока структура так выглядит что это нереально нереально химки говорят ребят мы вот у нас округ помогает но найти титульного спонсора мы не можем потому что никому не интересно химки говорят неинтересно неинтересно титульного спонсора хотя и химки говорят вы думаете о владимире кто-то может позволить это 30-50 миллионов в год доставать просто кроме бюджета областного городского но я думаю что это не те средства которые за которые вот ну на прямо удавиться там условно это не то потому что ну опять же за утром а остальное что ждать я хочется хочется каких-то чуть чуть чудес лестера хочет лестера но лестер тоже не на ровном месте правильно там тоже чудак с этого скорее или откуда он там такой он тоже там не жат правильно все правильно профессиональных лик в германии в англии до 34 там профессионально 5 ли полу профессиональных еще целая куча да вообще разговаривали на эту тему с начальником с нашим с олегом санычем да он где-то вычитал в германии по-моему да на 500 человек один клуб профессиональный есть то есть но в исчислении да то есть понятно что они не на каждые 500 человек клуб да но в каком-то в численном исчислении они именно именно за на 500 человек профессиональный клуб премьер-лига там даст а первая лига там-то как-то люди выстроили ситуацию систему да понятно что у них там частные вложения пошли но низ мид владимирович был германии да нет там такого чтобы они все равно это город там строят стадион до город или там область или там какой-то региончик да строят стадион хаффенхайм деревне 3000 человек до стадион на 80 тысяч наверное они это не клуб построил стадион ну клуба нет таких возможностей самара построить стадион сейчас за 40 миллиардов до перед этому клубу правильно зачем самаре там стадион да и задача чтобы клуб но клуб чтобы развивался какая структура то есть на 500 человек профессиональный клуб а у нас сейчас естественным образом упадет количество да но никогда и потом не восстановится какие частники кто придет в частники будут вот так же как сейчас 2 миллиона и там форма купил побаловался поездили на кфк в москве сейчас куча команд этих лфк до любительские лиги платят деньги достойные деньги достойный по нашим меркам это вообще во и играют люди там зарабатывают ветеранчик поигрываю я понимаю что этот частник мы сейчас в крыму столкнулись восемь на восемь команда приехала мы гордать сыра моника для него чего мы лет восемь на восемь играем вы кто а мы на сборах это находимся у нас частный спонсор восемь на восемь финансирует какого хотите поехать ну понимаете что такое восемь на восемь это восемь человек да ну двенадцать команды до площадочку снять стадион до пол пол поле снять в москве это есть да то есть человек там условно пять миллионов там в год достал для вы не для него не проблема москве я думаю что в любая заколовка может 50 миллионов да и вот они спа конечно хорошо где у нас да это невозможно нереально никому нет сам главный не надо никому преклоняюсь перед гальским перед гиннером да но когда гиннер говорит телевидение билетная программа и спонсоры да я задаюсь вопросом позвольте гиннер вы работали в периферии да вот эти все три составляющие их просто нет да даже на майках на программках на билетах на и не за даже я думаю что если пиво даже начнем продавать нереально у нас на программах 1 2 это хорошо хорошо вырежьте пожалуйста половину 1 2 это хорошо вырежьте а мне экзамены сдавать 2 3 3 3 клубов и хватит 3 3 3